В эфире новости Анапа регион студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Это правильное решение. Теперь надо здесь вот это покранировать деревья. Под личным контролем глава Анапы проинспектировал благоустройство города. Все это смешано с ливневыми какими-то вещами, пляжные какие-то территории разворотило. Ночной дозор. Муниципальные службы после шторма вывезли с пляжей более 600 тонн мусора. Тот опыт, он неоценим, который они за эти годы наработали. Статус – работающий пенсионер. Почему работодатели все чаще отдают предпочтение пожилым людям? Глава города-курорта призвал обманутых дольщиков домов на Парковая 60 отбросить разногласия. Без этого будет практически невозможно найти инвестора для достройки. Сегодня Юрий Поляков совместно с представителями Анапской межрайонной прокуратуры, а также инициативной группы дольщиков, обсудили ситуацию и наметили пути решения. Эмоции в зале в буквальном смысле кипели. Люди ждут своих квартир уже 14 лет. Комплекс из трех зданий по адресу Парковая 60 начали возводить в 2006 году. Сначала начались задержки со строительством. В 2011 году объект официально признали проблемным. А руководителя компании признали виновным по пункту Б в части 2 статьи 65 Уголовного кодекса Российской Федерации Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. Сегодня те, чьё доверие обманули, сформировали две инициативные группы. Художник Владислав Несынов в пять лет возглавляет жилищно-строительный кооператив. В нём состоят 77 человек. Они платят взносы из расчёта 10 рублей с квадратного метра. Так решили на общем собрании. Деньги нужны на услуги юристов и поездки по инстанциям. Первая задача была – это земельные участки получить. Это то, что сейчас завершена работа. Вторая – это заключить договор с инвестором и с администрацией о достраивании этих домов, где каждый возьмёт на себя ответственность. ЖСК возьмёт на себя ответственность, застройщик возьмёт и администрация. Я думаю, что такой договор – это единственный выход из таких сложных ситуаций. Однако среди дольщиков есть те, кто считает этот путь слишком сложным. Их порядка семи человек. Этой весной принят краевой закон, который позволяет решать проблему обманутых дольщиков, выделяя инвестору участок для строительства в качестве компенсации. Вывести, наконец, земельные участки из федерального краевого значения в муниципальное значение. Закрепить компенсационный участок за объектом парковая 60, город Анапа, для застройщика, тем самым обеспечив привлечение инвестора. И, наконец, в 2018 году расселить по застройщикам дольщиков по реестру края. Время у дольщиков нет. В администрации идут именно по этому пути. Свободной муниципальной земли в городе нет. Однако есть федеральные и краевые участки. Информация о них направлена региональным властям. Помимо этого, к новому закону разрабатываются дополнительные документы, которые определяют сам порядок и правила выделения компенсационных участков. Однако до этого момента необходимо от взаимных разногласий перейти как минимум к диалогу. Собраться и сделать одну организацию, где будет четко доходчиво понятно. Там 100 человек, или 50 человек, или 200 человек. Чтоб мы знали и прокуратура, и мы. Вот все. Вот эта группа людей, с кем можно нормально работать и сотрудничать. Глава города констатирует, разногласия отпугивают потенциальных инвесторов. Согласно документам, из 188 квартир в трех домах проданы 108. Однако по нескольким из них возникли вопросы у правоохранительных органов. Предполагается, что подпись застройщика подделали. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о переквалификации. Статьи на мошенничество более тяжкую. Общался на этот счет с прокурором, и он поставил задачу проработать вопрос о возможности и целесообразности передачи этого уголовного дела в следствие. Для того, чтобы они, возможно, переквалифицировали на 159-ю часть 4-ю. Для того, чтобы, так сказать, люди понимали всю глубину ответственности, которую они могут понести за подделку этих договоров. Таким образом, о полной прозрачности ситуации говорить пока рано. Однако муниципалитет совместно с прокуратурой поставил задачу в ней досконально разобраться. Хотя без согласованной позиции в рядах дольщиков сделать это будет значительно сложнее. И очевидно, что данная встреча не последняя. Александр Ребека, Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Практика утренних обходов города, которая проводит обновленная команда главы курорта, приносит свои результаты. Об этом говорят и гости, и жители Анапы. Юрий Поляков взял на личный контроль исполнение поручений. Накануне он проинспектировал ход работ по приведению в порядок пешеходной дорожки на пересечении улицы Терской с Ивана Глупца. Вместе с ним оценила новый тротуар и наша съемочная группа. Обходы показали, что надо ходить, смотреть, да? Вот, посмотрели на обходе, тротуара нету. Советская плитка, ей там 40 лет, не знаю сколько. Вот, постелили новый тротуар. Но я думаю, это правильное решение. Теперь надо здесь вот это покронировать деревья, привести в порядок вот эту территорию. Эту пешеходную дорожку завершили совсем недавно. В нескольких кварталах на пересечении улиц Ивана Глупца и Тургенева есть места, которые уже давно нуждаются в ремонте. Плитка неизвестно, сколько ей лет и какое ее состояние здесь. Поэтому поручение такое. Здесь меняем. Поребрик с плиткой. Поребрик с плиткой. Все, как положено, делаем, как на Терской. И переходим на ту сторону, на тот. Квартал сейчас перейдем туда и займемся там. На противоположной стороне похожая ситуация. Разбитый асфальт, который также нуждается в замене. С подобными проблемами часто обращаются жители, в том числе по линии территориального общественного самоуправления. Вместе с тем команда действующего главы муниципалитета возобновила практику утренних обходов территории, чтобы определить приоритетные направления работы. Это одно из них. Прокладка пешеходных дорожек на месте так называемых народных троп. Это находится возле дома номер 2 по улице Чехова. До этого здесь срезали путь по газону. Анна часто бывает в этом районе. По газону не ходила, но пешеходную дорожку считает логичным решением. Все равно же его испортили газон. И в результате и ни газона не было, там же ничего не росло, была грязь. Это первая такая дорожка. Она проложена в самом конце сквера имени Гудовича. Там же есть еще несколько народных маршрутов. На них обратили внимание общественники. Как пояснили в муниципалитете, облагородить внешний облик улиц – это одна из инициатив главы курорта. Работа в этом направлении будет продолжаться. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапском парке военной техники прибавление. Сегодня здесь установили бронетранспортер. По поручению главы Анапы Юрия Полякова парк под открытым небом на Симферопольском шоссе пополняется выставочными экспонатами. Сегодня рядом с самолетом Су-27 на бетонный постамент установили БТР-70. Обойти, ревизию сделать. Потом его надо ровно поставить с двух сторон. Оттуда, отсюда и посредине вот там. Да, понял. Ну прям по центру площадки. По центру площадки, чтобы люди могли вокруг двигаться. Бронетранспортер привезли из станицы Кущевской. Из Новочеркасска на днях прибудет еще один экспонат – 85-мм пушка. Напомню, что недели ранее в парке появился разобранный на части самолет Су-27. В сборке оказали помощь специалисты крымской авиабазы. До конца этой недели на корпусе освежат покрытие. И к празднику 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков боевая единица предстанет во всей красе. Более 600 тонн мусора необходимо вывезти с пляжей. Последствия стихии уже четвертые сутки ликвидируют городские службы. Чтобы не создавать неудобства отдыхающим, работать приходится в основном после наступления темноты. Вчера в ночной дозор вместе со специалистами МУПАКУ вышла и наша съемочная группа. Тяжелая техника выезжает на пляж только после заката. Отдыхающие должны видеть результат, но никак не сам процесс. Неудобств создавать нельзя. До рассвета необходимо убрать 24 километра пляжа. Уборка, она, как видите, стандартная, но ситуация экстремальная. Объясню почему. Потому что трехдневный шторм порядка 6,5 баллов с пакатом разворотило все пляжные территории. Соответственно, количество мусора порядка 600 тонн выбросило сейчас на берег. Все это смешано с ливневыми какими-то вещами, пляжные какие-то территории разворотило, навесы теневые и тому подобное. Весь основной мусор еще днем был собран в куче. Шесть тракторов подбирают остатки, баронят песок. Тяжелая Татра, а только они могут без проблем передвигаться по песку, за один раз вывозят около 15 тонн. Этой ночью здесь работает 4 машины. Чтобы убрать весь мусор, каждой из них необходимо сделать 40 рейсов на спецполигон. Отдельная бригада трудится на Пионерском проспекте. Все 12 километров убирают вручную. Вычищают асфальт и колодцы. И только потом спецтехника водой сбивает оставшуюся пыль. К утру здесь должен быть наведен порядок и чистота. Сергей Корабельников, Никита Бойко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В связи со штормом в море и донным течением, так называемым тягуном, купание на пляжах Анапы запрещено. Спасатели напоминают жителям и гостям курорта о том, что следует усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций рекомендуют принять меры, чтобы не допустить происшествий на воде. И к другим темам. Сегодня в базе данных Анапской службы занятости населения более 2,5 тысяч вакансий для людей пожилого возраста. Где ждут пенсионеров и почему многие работодатели отдают именно им предпочтение? В нашем следующем материале. Нелли Воронина уже 5 лет как на пенсии. Полгода назад решила, хватит сидеть дома. Пришла в службу занятости населения, заполнила анкету и уже через несколько дней получила работу в одной из социальных служб города. Теперь она ухаживает за лежачими больными. Очень она доброжелательная, всегда подскажет, никогда не грубит. Даже если бывают такие ситуации внештатные, она как-то находит выход из этих ситуаций. Плохого ничего не могу не сказать абсолютно, только хорошие. Рабочий день у Нелли Васильевны начинается в 8 утра. Признается, бывает нелегко. Каждому нужно найти свой подход. Но ее доброта и отзывчивость делают свое дело. И сама пенсионерка порой забывает о своем возрасте. Всем рекомендую обращаться в центр занятости. Всем рекомендую подключить поиск свободных вакансий. Вакансий каждый день присылают на электронную почту очень много. Предлагают различные работы. И не надо думать, что мы пенсионеры уже никуда не годный, отработанный материал. Мы еще очень даже всего можем. Анапский комплексный центр социального обслуживания, где работает Неля Воронина, тесно сотрудничает с центром занятости населения и регулярно принимает в свой штат именно пенсионеров. И для этого есть очень веские причины. В нашем комплексном центре социального обслуживания работает 197 человек. Из них 13 человек предпенсионного возраста, 46 человек пенсионного возраста. Причем из этих 46 человек 2 человека старше 70 лет. Конечно, это имеет большое значение, так как они могут поделиться с молодым поколением своим опытом, передать те навыки, которые они наработали. Тот опыт, он неоценим, который они за эти годы наработали и могут передать молодому поколению. База вакансий в службе занятости населения обновляется ежедневно. По всем вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Анапа, улица Калинина, 12А. Руслан Душевский, Анапа, регион. Футбольная команда города Лариса приедет в Анапу на соревнования. В конце этой недели ожидается приезд спортсменов из греческого города по братимам. Команда примет участие в открытом футбольном турнире памяти героя России Алексея Палатиде. Ожидается также приезд команды из Белореченского района, Геленджика, Крымска, Новороссийска, Москвы, Ставропольского края и Республики Крым. Соревнования пройдут на стадионе «Спартак». Официальное открытие футбольного турнира пройдет в эту субботу в половине 10 утра. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигурам по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Академия. 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 Академия.